эффективного лидера назовем это так определяю четыре параметра это во первых умение брать ответственность на себя умение готовность принятия на себя принять на себя риски принять на себя результаты группового групповой неудачи нет принять на себя ответственность не за себя у нас с этим проблемы мало кто ответственность на себя за себя принимает идет принимает ответственность за группу второе это умение делегировать это умение доверять людям и давать им возможность сделать за себя свою работу неэффективный лидер говорит так если хочешь чтобы было сделано хорошо сделай это сам это правда это и вот если вот это конкретное действие если сделаешь сам будет лучше то в нем больше разбираешься но люди никогда не вырастут люди никогда не научатся люди есть не будут выполнять задачи которые им пока не по плечу им никогда ничего не станет по плечу это если все делать за ребенка если за него стирать убирать чистить за него зубы он никогда не научится и никогда не станет взрослым третье это умение контролировать многие люди не ним не могут контролировать других, не могут контролировать даже себя. Более того, контролировать других легче, чем контролировать себя. Лидер способен к самодисциплине и самоорганизации и способен организовать других людей. Это тоже контракт. Если большинство не готово себя организовать, ну, знаете, как выходной рабочий день. Многие просыпаются в выходной, не зная, чем заняться. И целый день слоняются. И так, в общем, по большому счету, нигде не были, не отдохнули толком. Просто кто-то позвонил, куда-то позвал, ой, пошел. А не позвонил, так целый день у телевизора провалялся. Неспособность самоорганизации, но когда он приходит на работу в 9 утра в понедельник, у него все расписано. Почему? Лидер. А если бы лидера не было, не было правил, то, естественно, он бы точно так же болтался на рабочем месте и ничего бы не сделал. Инициативность четвертая черта. Большинство людей, к сожалению, не могут придумать ничего нового, не могут придумать, как изменить существующее. А у лидера это происходит ежедневно. Он проскакивает ночью от идеи, как можно сделать лучше. Если ему что-то не нравится, он начинает об этом говорить, он начинает влиять, действовать. Он придумывает что-то, чего никогда не было и начинает думать, как бы это реализовать, какие ему нужны для этого люди, ресурсы и так далее. Это инициативность, креативность, которые тоже отличают лидера. Вот четыре компонента делегирования, контроль, инициатива, ответственность.